Всем привет! Сегодня я хотела бы рассказать о своей весенне-летней косметичке, о той декоративной косметике, которую я больше всего люблю использовать именно в теплое время года. Также отвечу на самый популярный вопрос, который вы задаете мне в инстаграм. Какой SPF я использую на каждый день? Видели бы вы, в каких условиях я сегодня снимаю? Это катастрофа. Вокруг меня какие-то бесконечные пакеты, потому что мы всей семьей отправляемся в Украину буквально через несколько часов. Но я же не могу вас оставить без видео, поэтому давайте поскорее начнем. О уходе я, наверное, расскажу в отдельном ролике, потому что у меня сегодня просто нет времени вот прям все так по полочкам разложить, а я предпочитаю щепетильно подходить к этому вопросу, поэтому как только вернусь, обязательно сделаю этот ролик для вас, потому что тоже многие просили. Что касается SPF, я не могу сказать, что я предпочитаю только минеральные физические фильтры. Вики3000 записывала отдельную серию роликов на эту тему. Я постараюсь оставить ссылки внизу в описании. Если вас интересует эта тема, можете посмотреть, потом поймете в чем же разница. Дело в том, что у меня есть, к примеру, несколько корейских BB кремов или просто легких тональных кремов, которые содержат именно химический фильтр. Я пока что не готова от них отказаться. Но если я осознанно наношу, к примеру, отдельно фильтр и отдельно тональную основу, то я всегда отдаю предпочтение именно этой. Я подсмотрела ее на YouTube, точно не помню у кого, и долго искала ее. Это корейский фильтр. Это именно минеральный фильтр SPF 50 PA+++. То есть это очень большая защита. Бренд Etude House. И мне нравится, что это не тот, знаете, такой белый фильтр, которого все боятся. Жирная маска, на которую ничего не намажешь, которая всплывает вообще что-то тяжелое. Нет. Наоборот, это легкая текстура. Он сразу впитывается. Я могу сказать, что он даже больше подойдет тем, у кого такая более жирная кожа или комбинированная. Но дело в том, что мы наносим SPF на уже подготовленную, увлажненную кожу. Поэтому у меня нет никакого дискомфорта. Он не оставляет никакой белизны, но разве что вы прям очень смуглая девушка. И что самое главное, он никаким образом не влияет на стойкость, на вид нашего макияжа в течение целого дня. Для меня это огромный плюс. Но есть также небольшой минус, потому что нельзя вот просто так пойти и купить это средство в обычном магазине. Мне пришлось заморочиться, заказать его то ли на Амазоне, то ли на ebay. Я точно не помню, но ссылку оставлю внизу. Ну, если бы не этот фильтр, я бы однозначно купила Кулу из iHerb, потому что на нее тоже много хороших отзывов. И у них есть именно 100% минеральные фильтры. Всю информацию ищите в инфобоксе. А мы едем дальше. Если вы смотрите мои видео давно, то вы знаете, что в повседневной жизни я довольно редко делаю прям полный макияж. Но я никогда не отказываюсь от легкого тонирующего средства, чего-то в стиле бибикрема. Потому что для меня лично это как защитный слой от окружающей среды. То есть, если я не пользуюсь чем-то таким, у меня гораздо чаще появляются высыпания. Это то, что я наблюдаю на протяжении нескольких лет. Поэтому поверх своего фильтра, если я его использую, я наношу одно из вот этих средств. Вы должны понимать, что обычному человеку не надо иметь столько банок, сколько есть у меня. Но моя задача познакомить вас с разными типами средств, рассказать о их свойствах. А вы уже выбирайте сами. Так вот, если я вижу, что кожа у меня довольно сухая и мне особо нечего перекрывать, просто хочется выровнять оттенок кожи. Я всегда пользуюсь, ну как всегда, в последнее время пользуюсь вот этим средством от марки Lumine. Это такие капли, которые придают лицу невероятную свежесть. Это настолько тонкое тонирующее средство, которое наносится как сыворотка. И мне кажется, что оно отлично ухаживает за кожей. Поэтому, если у вас сухая возрастная кожа, нормальная, скорее не жирная и не слишком проблемная, то вот это средство для вас, обратите на него внимание. Если я хочу получить безупречный макияж, к примеру, я буду снимать видео, я хочу, чтобы мой макияж держался с самого утра и до вечера, чтобы он не забивался в складочки, в поры. Вообще, просто выглядеть вот идеально. Я всегда использую вот эту штуку от марки Everline. Я знаю, что многие из вас купили это тональное средство, на него шикарные отзывы. У меня нет от него высыпаний. И да, еще раз говорю о том, что оттенок у меня 0,10, 0,5, слишком розовый. Я бы советовала обходить его стороной. Вот этот чуть-чуть темнеет, учитывайте это. Ну а так, я ничего плохого не могу сказать. Нанося спонжем я слишком много и быстро расходую его, поэтому придется перейти на пальчики или кисть. Но слишком я люблю нанесение бьюти-блендером, поэтому, ну знаете, он не слишком дорогой. Можно еще раз купить и вообще не париться. И использовать такую технику, как нравится тебе. И последнее тональное средство, которое не содержит SPF. Во всяком случае, я не нашла какой-то другой информации. Поэтому я обожаю использовать вот этот тон от Armani в дуэте со своим минеральным фильтром. Это новинка, и кто-то говорит, что упаковка в стиле casual, ну типа, как знаете, идеальный вариант на каждый день. Это не совсем в стиле Armani, потому что она выглядит не настолько люксово. Я считаю, что как бы все в порядке, цена у него более приемлемая, это раз. По свойствам это действительно то средство, которое очень хорошо подойдет для ежедневного использования. Потому что мне кажется, что шпаклевку каждый день вовсе не обязательно наносить. По моим ощущениям, Armani, как и многие другие бренды, стараются привлечь более молодую аудиторию. И это абсолютно нормально. Консистенция у этого тонального средства очень необычная. Как будто немного взбитая. И у него очень легкое матовое покрытие. Он не проваливается в поры. Он не слишком хорошо все перекрывает. Его можно наслаивать. Его можно использовать в качестве выравнивающей базы. Потому что он действительно как будто сглаживает текстуру. И когда наносишь это средство на лицо, а я зачастую делаю это пальцами, то такое ощущение, как будто он скользит. И вроде как в нем есть какое-то масло. Но благодаря этому, это какая-то специальная технология, благодаря которой он, собственно говоря, очень хорошо усаживается на нашей коже. Незаметен. Вы даже можете спорить на деньги, что вы абсолютно не накрашены. И у вас будет такое фарфоровое личико. И я подумала, что, наверное, через несколько часов он начнет блестеть. Как-то, вот знаете, становиться таким просто некрасивым. Ничего подобного. Он держится прекрасно. И за это я очень сильно его люблю. Использую в жаркую погоду. Даже тогда, когда я снимаю видео. И дальше расскажу о средстве, о котором спрашивали многие из вас. Я покупала его на американской Сифоре. Она, к сожалению, не доставляет и в Россию, и в Польшу, и в Украину. Поэтому я всегда пользуюсь услугами Бандерольки. Я покупала его за свои деньги. Вот Бандеролька, как обычно, помогли мне его доставить без каких-либо проблем. Еще у меня есть палетка от Tom Ford. Я как-то обязательно сделаю на нее обзор. Но многие просили рассказать. И сегодня для этого видео я специально накрасилась этим сиси-кремом от It Cosmetics. Это именно тот, расслабленный на американском YouTube сиси-крем, который имеет очень хорошее покрытие, влажный финиш, стойкость, ухаживает за кожей, увлажняет ее. Содержит только минеральные фильтры, SPF 50, то есть очень высокая защита. Я могу сказать вот что. В повседневной жизни мне, в принципе, не мешает то, что он подчеркивает текстуру. Вы сами можете видеть, как он выглядит на моем лице. Мне кажется, что большинство тональных кремов, которые я использую, которые вы видите на мне в моих роликах, выглядят на мне гораздо лучше. Я не знаю, как так, но именно с этим средством мои поры выглядят гораздо больше, чем они есть. На самом деле, возможно, стоит поискать какую-то другую пудру. Но для меня настолько важен состав, что во имя красивой и здоровой кожи я продолжу пользоваться этим средством. В обычной жизни мне, в принципе, по барабану какие-то у меня поры. Для видеосъемки категорически нет. Кстати, у меня оттенок light, и на лето он очень хорошо мне будет подходить. Но если бы я знала, я все-таки купила бы себе fair, потому что он сейчас мне не совсем подходит. Он чуть-чуть темноват. Если вы, в принципе, не заморачиваетесь по поводу SPF, вы просто хотите купить что-то с фильтром, то мне кажется, что таких средств среди декоративной косметики более чем достаточно. Мне очень нравится вот этот от Kiko. Я недавно вам о нем рассказывала. Это BB-крем с химическим фильтром. Здесь SPF 30. Он прекрасно и легко наносится. Он не дает какого-то плотного покрытия. То есть серьезные недостатки он не перекроет. Но это комфортное средство на каждый день, которое наносится буквально как крем. И он практически не виден на коже. Почему я сказала практически? Нет, его не видно. Классный. И оттенок у меня 0,2. Если я что-то пропущу, в инфобоксе вы, конечно же, найдете всю информацию. И вот этот от Urban Decay у меня появился относительно недавно. Мне подарили много косметики от этого бренда. И мне сейчас нравится вот такой Naked Skin. Это что-то, как знаете, легкое тонирующее средство. Приятная текстура. Цвет замечательный. У меня оттенок Medium Light. И он такой вот прямо на сейчас мне очень хорошо подходит. Не слишком хорошо перекрывает. Но я в этом, в принципе, не нуждаюсь. У него не чрезмерно сияющий финиш. Но и не какой-то матовый. Такой средний. Очень универсальный. И здесь SPF 20. Конечно же, не могу не вспомнить о корейских BB-кремах. То, чем я пользовалась довольно долго, еще с зимы. Просто я снимала отдельное видео для моей копьей. И не хочу повторяться. Могу оставить вам ссылку на мой обзор. Вот это средство от марки Misham. Линейка Signature. То есть, предназначена она для возрастной кожи. Она прям с такими ухаживающими компонентами. Такая интересная упаковка. И этот BB-крем имеет чуть менее плотное покрытие, чем вот этот классический, который я тоже очень сильно люблю. У меня он всегда есть в наличии. Кстати, это моя уже вторая упаковка. Подходит к концу. Здесь, по-моему, SPF 40. Что-то в этом духе. Я напишу на экране вам. И вы знаете, у меня оттенок номер 23. Он мне безупречно подходит. Даже на холодное время он прекрасно подстраивается. Я его не припудриваю. Миллион раз вам говорила об этих BB-кремах. И вот летом я пользуюсь номером 27. Он прям такой загорелый. И здесь и химические, и физические фильтры. Два в одном. Не могу от них отказаться. Вот прям слишком люблю. И вот этот использую тоже на каждый день. Если я не вспоминаю о том, что все-таки лучше минеральный фильтр. Если вы меня спросите, Оль, ну что же делать там? Утром мы наносим все эти SPF и минеральные. Следим за этим делом. Дальше выходим. Проходит несколько часов. И что потом? Я тогда снимаю косметику с лица при помощи салфеток. Наношу какой-то легкий уход. Возможно, мист. И заново крем. Если у меня на это нет времени, то я пользуюсь вот такой корейской пудрой. Это марка Heroin Make. Просто рассыпчатая пудра. И она идет с минеральными фильтрами. Я сейчас выбросила упаковку. Выглядит она таким образом. Ее я покупала на Makeup.ua. Я посмотрю, есть ли она сейчас в продаже. И в Украине заказывала. И вот я набираю немножко этой пудры и прохожусь по всему лицу. Она не матирующая. Она дает минимальное дополнительное покрытие. Если я, к примеру, утром воспользовалась каким-то легким биби-кремом. Потом полдня провела в торговом центре или где-то в офисе. Дальше вышло, бац, солнце. Ну, короче, такая пудра лучше, чем ничего. Весна и лето для меня лично это то время, когда я буквально оживаю. У меня столько энергии. Прекрасное настроение. Появляется дополнительное вдохновение. И даже на лице проявляется какой-то такой здоровый румянец. Наверное, это все весеннее солнце. И вот, когда становится тепло, мне хочется еще дополнительно его подчеркнуть. И я всегда выбираю какие-то такие сияющие румяна. Я уже показывала вам своего любимца. Это Нарс Оргазм. Классика жанра, но насколько прекрасная классика. Это персиковые розовые румяна. Я снимала с ними собиралку. И да, теперь я понимаю, за что все его так любят. Вам могут не понравиться румяна, о которых я сегодня рассказываю. Только в том случае, если вы не приемлете какой-то отблеск, сияние на вашем лице. Всем остальным любить и жаловать. Более бюджетная опция. Не хочется говорить аналог. Скорее альтернатива от марки Bourjois. В Польше все о нем знают. Он очень часто распродан. Похожий оттенок. Такой персиково-розовый. С золотистым переливом. Это 34. Аромат. Это прям как, ну не знаю, ностальгия. И до сих пор я настолько сильно его люблю, что вот открываешь и сразу хочется их понюхать. Вот. Девчонки, недавно купила обалденные румяна от марки Pets Fai. Оттенок 30. Они сразу напомнили мне мои любимые румяна от марки Tom Ford. Я рассчитывала на то, что покажу их в аналогах люкса. Но оттенок чуть-чуть отличается. Он не такой персиковый. И в нем есть минимальное количество розового оттенка. Если сравнивать их прям вблизи под микроскопом, то это видно. Я это вижу. Но мне кажется, что если бы на одну щечку я нанесла эти, на другую Tom Ford, вы бы не отличили. Я просто немного бьюти-маньяк. Если у вас есть этот бренд номер 30, обязательно присмотритесь. Это для меня люксовое качество. Также поразили меня румяна от марки Essence. Недавно я их купила. Надеюсь, что это не какая-то лимитка, которой уже давным-давно нет в продаже. Она только доехала до Польши. Это такой приглушенный нюд на каждый день. И они уже сатиновые. Они без шиммера. Они чуть более спокойные. Не то, чтобы все предыдущие были какими-то супер яркими. Но вот эти более розовые, такие припыленные, тоже прекрасно освежают. И все вот эти оттенки, которые я только что показывала, они подойдут любому цветотипу. Какой оттенок? 35 Natural Beauty. И действительно, название соответствует. Конечно, не могу не вспомнить о таких румянах. Точнее, это и румяна, и хайлайтеры. Я их иногда использую как тени от марки NYX. Линейка Away We Glow. Обожаю. И три моих любимых. Вот этот я использую в качестве бронзера, хайлайтера. Сегодня он тоже на мне. Но такой самый универсальный, наверное, господи, у них всегда Crushed Rose. Попробую найти столько всяких разных надписей. Это что-то такое персиково-розовое, нежное, и у них, кстати, очень сильная пигментация. Поэтому чуть-чуть набираем. И такой самый экстравагантный, который недавно показывала вам, какой-то там Sunset. Тоже оставлю полное название. Внизу он часто распродан. Я чуть не забыла вам сказать о том, без чего я реально не могу жить. Это гель для бровей от марки Maybelline. Он с такой фиброй. Сегодня он у меня на бровях. То есть выглядит прям очень натурально. Он прекрасно фиксирует брови, заполняет какие-то пробелы. Я им пользуюсь давненько. Он до сих пор у меня не закончился. Странная такая вот щеточка. Но, блин, она вот действительно работает. И классное средство. Закончится я. Побегу в магазин. Не буду ждать какую-то акцию. Куплю снова. Я знаю, что у них есть несколько оттенков. И это замечательное средство. Наносим какой-то BB-крем или просто фильтр. Брови делаем. Блеск. Может тушь. И все, макияж готов. Честно говоря, летом я крайне редко делаю какой-то макияж глаз. Но если уж берусь за это дело, то выбираю что-то очень простое в нанесении. Полупрозрачное. Стойкое. И в этом году, вот я была в Париже. Не знаю, уже выложила влог или нет. И буржуа презентовали мне целую линейку своих сатиновых теней. Которые продаются в форме блеска. Поэтому удобно забросить их в косметичку. И их очень просто можно нанести при помощи пальцев. Давайте сейчас воспользуюсь одним очень классным оттенком. 02. Вообще, мои самые любимые. Вы знаете, что я девушка нюд. Это 1,2. Более золотистый. И 02 такой с легкой розовинкой. На каждый день самое оно. На моих сухих веках. Они без проблем держатся без какой-либо базы. У них, конечно же, есть такие более насыщенные оттенки. При помощи которых вы сможете сделать smokey eyes. Но вот эти, сами понимаете, что это вот прям мое. Вот так наносишь и сразу получается такой свежачок. Без каких-то лишних движений. Не могу не сказать о средствах для губ. Потому что все-таки это база моего макияжа. Такого, как сейчас или на каждый день. И вот когда на мне бибикрем. Я говорила, что еще гель для бровей. И какой-то розовый увлажняющий, ухаживающий блеск. Мне очень нравятся в последнее время вот эти новинки. Это, кстати, лимитированная коллекция марки Clinique. Совместно с Marie Mac. Мне понравились два оттенка. Номер 08. Такой приглушенный, очень красивый, универсальный нюд. Он не рыжий, не какой-то лиловый. Он подойдет многим из вас. Я вам просто гарантирую. Они ничем не пахнут, они очень комфортные, не скатываются. Они увлажняют губки, делают их такими даже более пухлыми, как мне кажется. Не растекаются. И номер 17. Классический холодный нюд, который визуально еще и отбеливает зубы. И вообще, вот эти вот два блеска я откопала в своих сумках. Потому что они постоянно везде со мной. Дальше, несменные фавориты. Я даже не знаю, почему в любимцах года я о них не вспомнила. Так как пользуюсь ими очень-очень часто. Это две помады от MAC из их классической линейки. Они разные, сейчас не буду вдаваться в подробности. Первый оттенок Cosmo. Это вот идеальный такой коралловый нюд на каждый день. Он подойдет очень-очень многим из вас. Присмотритесь к нему, он комфортный. И вот наносишь его, и все, макияж готов. Ресницы, брови, тон. Как бы мы закончили. И вы будете выглядеть очень отдохнувшей. Ну, короче, все то, о чем я вам постоянно говорю. Что нам многого не надо. Просто стоит подчеркнуть свою красоту. Конечно же, если вы этого хотите. Может, у вас все прекрасно, как только вы просыпаетесь. И второй, более яркий такой оттенок. Это Fanfare. Красивый, коралловый. Вот прям правильный. Без какой-то ржинки. Он не делает наши зубы какими-то непонятно желтыми. За что огромный плюс. И последняя категория. Это стойкие матовые помады. Которые я использую в тех случаях, когда мне хочется накраситься. И вообще не думать об этом. Когда я снимаю видео. Когда я иду на какое-то мероприятие. Когда я знаю, что я буду есть. В общем, самые любимые формулы на данный момент. Это жидкие матовые помады. Которые наносятся тонким слоем. Которые не скатываются. Не крошатся. И сейчас у меня другая помада. На губах я ее тестирую. Буквально только купила. Это Semilac. И вот она сушит губы. Она стягивает. Она больше ощущается, чем те, о которых я хочу рассказать сейчас. Просто сегодня я не выдержала. Мне надо было накраситься чем-то новым. Помада, о которой я уже говорила. Это Nars. Вообще у них очень приятная формула. И да, вы видели в собиралке. Еще раз говорю, что обожаю. И новинка для меня. И наверняка для вас. Потому что эти помады относительно недавно на рынке. Но по формуле они мне очень сильно напоминают кушоны от марки Lancome. То есть они такие же вот прям невесомые на губах. Они не сушат губы. И у меня только два. Два по-моему оттенка. 0,5. Насыщенный такой. Ближе, наверное, даже к фуксии. Я снимала разбор гардероба именно с этим оттенком. Многим он понравился. Здесь удобный аппликатор. И эта помада вот прям, не знаю, даже не ожидаешь от нее, что она будет настолько стойкой. И даже когда она смывается, то она тентует губы. И даже вечером, если я не смою все это дело при помощи гидрофильного масла, то губы все равно будут иметь очень красивый оттенок. И второй, это и не красный, и не коралловый. Это вот когда мне хочется выглядеть так более яркой, но не бросаться в глаза. Вы знаете, не хочется быть женщиной вам, но хочется выглядеть очень женственной. И хочется, чтобы губы были такого насыщенного оттенка. Это номер 16. Я даже не побоюсь сказать, что это самый красивый, насыщенный, благородный, в меру яркий оттенок, который идеально впишется в ваш образ на красную дорожку и даже подойдет к деловому костюму, если вы офисный работник. Вот настолько он универсальный, заявляющий о себе, но при этом не кричащий. Прям обалденный. Я не думала, что он мне настолько понравится. Я не знаю, как передаст его камера, но я постараюсь ставить фотографию. И он пережил обед, мороженое, кофе. Я нанесла его утром и сделала фотографию к вечеру, по-моему, через 8 часов. В инстаграме точно вам писала. В этой линейке помад также есть 7 или 6, сейчас забыла. Короче, красивый нюдовый оттенок. Как обычно, я все напишу внизу, потому что много информации. А я уже мысленно дальше собираю наши чемоданы, поэтому вы мне простите, если я что-то тут тормозила. В этом видео очень хотелось успеть снять до отъезда, потому что не знаю, когда вернемся. И когда я снова сяду, вот так поболтаю с вами перед камерой, но, конечно же, будут влоги. И вот эти помады, кстати, засыхают не в такой мат, как сейчас у меня на губах. Наоборот, это что-то очень комфортное. И для меня это не совсем новая формула. То есть, похоже на кушоны от Lancome, или как они там назывались. Похоже на сегодня у меня все. Всем прекрасного весеннего настроения. Я вас крепко целую, обнимаю. Не забудьте поставить пальчик вверх. Мне будет очень-очень приятно. Пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро.